В Хиве проходит международный фестиваль танца Лязги. Накануне президент направил поздравления участникам фестиваля. В мероприятии принимают участие более 175 мастеров танцевального искусства, профессиональные коллективы, ученые-искусствоведы, известные деятели культуры, а также представители средств массовой информации из 30 государств, что свидетельствует о высоком интересе к этому виду искусства нашего народа. В рамках фестиваля прошла международная научно-практическая конференция, «Хорезмский танец Лязги». Развитие национальных танцев и их значение на современном этапе. Началась и конкурсная программа. Международный фестиваль, проходящий в самом сердце Хорезма, посвященный Лязге танцу с трехтысячелетней историей, сегодня покорил буквально каждого. Завораживающая музыка, волшебные движения. Наше культурное наследие, состоящее из девяти самостоятельных танцев, сегодня находится в центре внимания всего мирового сообщества. Идея провести этот фестиваль просто гениальная. Мне очень нравится ваша сторона. Я много нового для себя узнала благодаря проведению международного фестиваля танца Лязге. Отрадно, что у нас есть возможность обмениваться опытом, и как раз таки через танцы мы познаем культуру друг друга. К сожалению, не все знают историю танца, поэтому мы обсудили некоторые аспекты в ходе научно-практической конференции. 27 лет назад я открыла свой танцевальный ансамбль. И в нашем репертуаре, конечно же, имеется ряд номеров узбекского танцевального искусства. В частности, наманганские танцы, ферганский, самарканский. Мы стараемся показать Америке ваше искусство так, как оно есть. С этим Лязге-танцем я весь мир обездила. Я была на гастролях в Австралии, в Новозеланде. И где бы я ни танцевала бы харизмский танец Лязге, все с удовольствием вставали, зрители, и вместе с нами танцевали. Спасибо большое нашему правительству, нашему президенту, за то, что они очень большое внимание уделяют нашему танцевальному искусству. Что наследие, наши старинные танцы возрождаются. Танец, особенно Лязге, передается с поколения в поколение. Харизмский танец Лязге. Развитие национальных танцев и их значения на статистическом этапе. Цель данной Международной научно-практической конференции сохранение уникальных образцов высоких идей, ценностей народа. Именно искусство является тем фактором, который объединяет все народы, сплачивает их. Благодаря этим конференциям мы можем глубоко вникать в культуру других народов. Было очень приятно и то, что сам президент оказал большое внимание. И по постановлению президента был организован именно этот фестиваль. Его поздравления в адрес участников и гостей было, конечно, для нас всех очень приятно. Я думаю, это толчок к тому, чтобы молодежь наша тоже могла изучать свою культуру. Спектр признаков, выделенных в докладах ученых и исследователей, широк. Шошмаком, сходство харизмских и индийских танцев, исследование сагдийского вращения в танцевальном искусстве, прошлое и настоящее, сценическая трактовка Хива Лязгисе и многое другое обсуждалось участниками. На данной конференции я говорила о танцах в целом, как наше тело находится в бесконечном движении, и все начинается с внутренних органов. Я долго над этим работала, изучала. Это как в математике. Восемь символов бесконечности. У меня в руках портфолио, в котором изображено то, как мы проводим лекции. Учим танцевать. К сожалению, здесь нет фотографий узбекского танца, но хочу сказать, что я часто применяю движения из танца Лязги для создания чего-то нового. Кстати, я заметила, что в танце Лязги очень элегантно представлена женская красота. Этот восточный характер и есть моя цель – собирать такие движения с разных танцев и повышать свой танцевальный запас. Очень отрадно, конечно, видеть это настроение, которое сейчас присутствует в этом фестивале. В рамках этого фестиваля также проводится конференция. Конференция может послужить обмену культуры разных стран. Конечно, обмен информацией дает рост, обмен информацией способствует дружбе народов. Популяризация харизмского танца еще более способствует повышению уровня Узбекистана и узбекской культуры. Очень отрадно, когда глава государства уделяет внимание. Мы, деятели искусства, еще больше вдохновляемся и больше хотим работать. И, естественно, мы постараемся оправдать надежды нашего главы государства. И большое ему спасибо. В ходе дискуссии прозвучали и актуальные предложения, в частности, создание Международной ассоциации танцев, укрепление дружбы, творческого сотрудничества и дальнейшего расширения культурных связей с зарубежными экспертами. Кроме того, в рамках конференции по рекомендации ученого Совета Узбекской государственной академии хореографии народной артистки Узбекистана Геофхар Матьякубовой присвоено звание почетного профессора. В сотрудничестве с Министерством туризма и культурного наследия, Министерством культуры, Ассоциацией Хунарманд, в комплексе Ичан-Хала в Хиве также действуют выставочные павильоны, посвященные танцевальному искусству. И участие коллективов ряда зарубежных стран – яркое свидетельство высокого духовного и просветительского уровня нашей страны на международной арене. И участие коллективов ряда зарубежных стран – яркое свидетельство высокого духовного уровня нашей страны на международной арене. Перенесемся в Ичан-Калу. Здесь, на главной сцене в рамках фестиваля, начал свою работу международный конкурс танца. В первый день танцевального соревнования выступают представители из Египта, Ирана, Франции, Болгарии, Индонезии. Будут представлены как сольные, так и групповые номера. В составе жюри эксперты из зарубежа. Нам удалось вместе с нашей съемочной группой пробраться за кулисы и принять участие в данном мастер-классе от представителей из Республики Каракал-Пакстан. Я, как художественный руководитель государственного ансамбля «Пахор» имени Мукаран Тургумбаевой, хочу сказать, что этот фестиваль, он очень обязывает всех представителей именно этого жанра еще больше работать над собой. Могу смело сказать, что не каждый может браться за этот танец, потому что здесь особенный подход к этому танцу. Здесь танцуют от 7 до 70, если не выше. Абсолютно. Даже вот ребенок маленький лежит в бещик, уже ручки работают, он начинает не просто руками двигать, а вот именно делает элементы харизмского танца. Это, видите, это заложено в крови. Поэтому хочу сказать, что не зря все-таки ЮНЕСКО отметила этот именно танец, лязги из Узбекистана, потому что он очень своеобразный, очень своеобразный.